Всем добрый день еще раз. Мы очень рады видеть вас на нашем сегодняшнем вебинаре. Большое спасибо, что подключились. Меня зовут Анташова Мария. Я стажер-исследователь Центра стратегической аналитики больших данных. Сегодня со мной на вебинаре присутствуют мои коллеги Юлия Исаева, эксперт Центра стратегической аналитики больших данных, и Полина Лобанова, заместитель заведующего отделом информационно-аналитических систем Центра стратегической аналитики больших данных. Также, прежде чем мы с вами сегодня начнем, хотел бы предупредить, что ведется запись данного вебинара. Итак, мы приветствуем вас на вебинаре по теме исследований человеческого капитала в КНР на основе интеллектуального анализа больших данных. И прежде чем мы начнем наш сегодняшний разговор, также хотелось бы отметить, вообще почему в наше время действительно работа с Китаем, изучение Китая является чрезвычайно актуальной темой. Почему в рамках исследования человеческого капитала нам интересно работать с Китаем, и какие факты из политической, социальной, экономической жизни Китая на настоящем периоде влияют на повышение интереса к жизни этой страны. Итак, по принятому... Звук пропал. Спасибо большое, что предупредили. Да, теперь, наверное, звук должен идти. Спасибо. Да, видимо, какая-то небольшая техническая заминка произошла. Да, на чем я остановилась? Я остановилась на том, что мы с вами сейчас говорим о том, почему вообще сейчас актуально, интересно изучать Китай. И в чем вообще заключается генезис вот этого интереса к изучению Китая на настоящем этапе. Так, я уже начала говорить, надеюсь, что вы тоже смогли это уже слышать, про новый пятилетний план развития экономики Китая на 2021-2025 годы, в котором указывается, что государство берет на себя обязанность по доведению охвата социальными гарантиями не менее 90% граждан, населяющих страну. То есть, о чем идет речь? Речь идет о построении такого социального государства с чрезвычайно высоким уровнем поддержки граждан. Тем более, это является одним из важнейших показателей, почему мы сегодня с вами говорим о развитии человеческого капитала в Китае. Также очень интересен момент, что все это сейчас прекрасно осознают, что Китай обладает уникальным демографическим козырем. Это высокая численность населения. А, конечно, сейчас ходят тоже такие сообщения информационные, что, возможно, уже по численности населения Индия перегнала Китай. Но пока что все равно мы знаем, что статистика в таких вот масштабных вещах, она, может быть, немного запаздывает. Поэтому здесь трудно говорить, какая сейчас все-таки страна в мире лидирует по численности населения. Но, тем не менее, Китай тоже, конечно же, всем известен таким вот демографическим козырем высокой численности населения. Ну и также, конечно, стоит обратить внимание на некоторые аспекты актуальности работы с Китая язычными источниками. Аспекты эти политического характера, экономического характера, социального характера. В данном случае, во-первых, конечно, очень интересно рассмотреть некоторые макроэкономические показатели развития Китая, которые, конечно же, тоже непосредственно влияют на возникновение всеобщего интереса в отношении этой страны. На слайде вы можете видеть некоторые данные, которые связаны с экономическими показателями развития Китая за 2021 год. Например, увеличение ВВП, рост торговли, торгового оборота с Россией, между Россией и Китаем и так далее. Вообще, очень интересно отметить и прокомментировать вообще такой показатель, как рост ВВП. То есть, спустя практически 40 лет после принятия политики реформы открытости, которая была принята в 1978 году, очень интересно обсудить динамику развития ВВП Китая. Потому что, например, если мы будем проводить такое сравнение, вот у нас, допустим, есть американец, который родился в 1990 году. И к настоящему моменту, к 2022 году, этот вот американец смог пережить рост ВВП своей страны, который составляет в 2,7 раз. Звучит действительно чрезвычайно впечатляюще, но давайте посмотрим на ситуацию, сложившуюся в Китае. Китаец, который, да, житель Китая, который родился в 1990 году, к настоящему моменту смог пережить рост ВВП своей страны на душу населения в 32 раза. Что звучит еще более впечатляюще, чем мое предыдущее утверждение. И тоже такая вот интересная статистика еще раз подтверждает нам уникальность пути экономического развития Китая. Да, уже также говорилось о том, что Китай является одним из лидеров по объему своей внешней торговли. Ну и в данном случае сейчас тоже все мы знаем, что Москва активно перенаправляет экспорт своих товаров с европейского направления на направление азиатское. Ну и в принципе это позволяет России также минимизировать какие-то возможные убытки от внешних экономических санкций и так далее. Но это не тема нашего сегодняшнего разговора. Кроме того, другим фактором, обеспечивающим актуальность работы с китайскими источниками, конечно, является политическая конъюнктура. В частности, подразумевающая такую интересную для рассмотрения инициативу, как поворот на восток. Все об этом говорят, все это знают. Все знают, что поворот на восток начался далеко не вчера, что явление-то для нас тоже не новое. Ну вот это такое изменение внешнеполитической стратегии. России, которое приняло, наверное, такие обороты свои более широкие в начале 21 века. И связано с расширением политического и экономического влияния России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Со стратегической точки зрения, почему нам актуально говорить о повороте России на восток? Это дает возможность, во-первых, для интеграции России в особенно дальневосточных частей России, которые тоже сейчас находятся в таком, приобретают стремительное темпо развития, для интеграции России в один из самых с точки зрения экономики динамично развивающихся регионов мира, то есть в Азиатский регион. Кроме того, это позволяет дифферсифицировать с почки поставок для России. Это позволяет улучшить стратегические отношения с Китаем, конечно, что тоже входит в общую систему создания, выстроения многополярного мира и так далее. То есть все эти факторы тоже, конечно же, влияют на то, что изучение Китая в данный момент – это действительно очень перспективное, ну и, конечно же, чрезвычайно интересное направление. На слайде также вы можете видеть выдержки из интервью экспертов, которые также говорят, также комментируют поворот России на восток. Далее, конечно же, следует отметить развитие сферы науки и технологий в Китае, который на протяжении уже, наверное, более чем двух десятков лет остается одним из ключевых приоритетов развития экономики Китая, что, конечно, дает свои положительные результаты, некоторые отражения которых вы также можете видеть на слайде, который сейчас перед вами. Например, по данным за 2021 год, которые как раз вы можете видеть сейчас, Китай занимает первое место в мире по количеству опубликованных в Web of Science скопус научных статей. И это количество научных статей, рецензируемых, оно продолжает ежегодно увеличиваться. И вот, например, в конце 2022 года нам с вами тоже будет очень интересно посмотреть статистическую динамику развития Китая в плане публикации научных статей. Кроме того, если мы посмотрим на график правой части слайда, также следует отметить, что Китай лидирует и по количеству поданных патентных заявок. И, например, очень серьезно опережает идущего за Китаем США. То есть вы можете видеть также это на представленном графике. И уже к 2030 году Китай намерен стать главным мировым центром в области инноваций в сфере искусственного интеллекта. Он уже является одним из крупнейших владельцев патентов в области искусственного интеллекта. Ну и, соответственно, активно развивает эту отрасль, конечно же, наряду с другими важнейшими отраслями для Китая, о которых тоже мы с вами сегодня немного попозже поговорим. Тем не менее, стоит отметить такую тенденцию, что многие эксперты пишут о нехватке высококлассных специалистов в данной области. И то, как Китай справляется с этой нехваткой кадров в своих стратегических отраслях, мы тоже с вами поговорим немного попозже. И будем тогда уже переходить поближе к теме нашего сегодняшнего вебинара. Будем более подробно говорить об анализе больших данных и так далее. Конечно, важно упомянуть о разных типах китайзычных источников, работа с которыми представляет особый интерес в рамках анализа человеческого капитала. На слайде вы можете видеть разные типы источников, которые предоставляют пользователю доступ к большим объемам данных. В частности, с некоторыми из этих источников работает и интеллектуальная система анализа больших данных iFore. В перечне данных источников вы можете увидеть и отчеты о научно-исследовательской деятельности, и различные базы с научными публикациями, статьями, и гранты научные, патенты, базы с данными о проведении научных конференций, образовательные программы высших учебных заведений Китая, что тоже является очень отдельно интересным для рассмотрения темой. Это вакансии, это различные международные документы, отраслевые сайты, социальные сети, сайты с отзывами и так далее. Хотелось бы, пожалуй, да, во-первых, хотелось бы сказать, что отдельного обсуждения заслуживают абсолютно все типы представленных источников, однако, включая темы нашего сегодняшнего с вами разговора, я бы хотела отдельно прокомментировать некоторые из них. Например, интересны для рассмотрения развития и реализации человеческого капитала в Китае являются отраслевые и профессиональные веб-источники или СМИ. Особенную ценность в данном случае представляют СМИ, которые регулярно публикуют какое-то большое количество контента онлайн. Кроме того, наверное, еще более интересный источник в рамках нашей сегодняшней темы это, конечно же, социальные сети, которые невозможно сегодня не упомянуть. В данном случае у нас возникает много всяких интересных деталей. Одна из таких деталей — это некая изолированность китайского интернета от интернета, скажем так, глобального, интернета других стран. Потому что в основном экосистема китайского интернета состоит из таких технологических гигантов, как Alibaba, Tencent и Baidu. И, соответственно, они создают сервисы, которые заменяют. Это сервисы, которые мы с вами привыкли использовать в нашей ежедневной активности. То есть, например, в Китае запрещена деятельность Facebook, Google и YouTube, Twitter и вот таких вот социальных сетей. Но, однако, например, вместо приложения WhatsApp, которым, наверное, каждый из нас пользуется каждый день, китайцы используют WeChat. Это такое приложение, без которого невозможно выжить в Китае. Но, опять же, здесь трудно говорить о том, что WeChat используют вместо WhatsApp. То есть, есть какие-то аналогии, которые можно провести между этими двумя приложениями. Но, опять же, нельзя говорить, что, допустим, китайцы там скопировали технологии, которым там работают для западных приложений. То есть, я бы сказала, что, ну да, для китайских приложений даже активно актуально какое-то расширение функциональных возможностей, которые они, собственно, предоставляют. Это я начала разговор про WeChat, потому что WeChat — это тоже такое уникальное приложение, которое сочетает в себе абсолютно всё. И оплату, и там вызов такси. Ну, то есть, помимо возможности обмена сообщениями, также предоставляют широкий спектр других функциональных возможностей. Аналогом, ну или похожим на, допустим, Twitter-приложение, является микроблок Weibo. Для просмотра видеоконтента, музыки, доступа к книгам и так далее, китайцы используют Доубань и так далее. То есть, можно вообще отдельно очень-очень много рассказывать про китайские соцсети, но я хотела просто осветить их такую некую специфику, их уникальность, их такую актуальность для работы именно на внутренний китайский рынок. Да, именно поэтому, в общем-то, именно вследствие наличия таких уникальных особенностей китайского интернета, в том числе, социальные сети Китая также являются чрезвычайно интересным источником, который дает нам такую информацию не только о жизни людей в Китае, но также и о, соответственно, реализации человеческого капитала, о чем мы говорим с вами сегодня. Также интересным пунктом является последняя строчка нашей с вами таблицы, которая называется «Сайты с отзывами». Сайты с отзывами, пожалуй, наиболее интересны вследствие такой эмоциональной окраски публикуемых там сообщений. То есть, если нам интересно, например, посмотреть отзывы на объекты инфраструктуры и так далее, пожалуй, одним из самых интересных источников будут сайты с отзывами. Но, опять же, это чисто внутренние китайские сервисы, которые работают, соответственно, только на китайском языке и так далее. То есть, в данном случае еще прослеживается и огромная важность знания китайского языка, владения китайским языком для осуществления аналитической деятельности в отношении Китая, потому что все эти приложения, про которые мы с вами поговорили сейчас, все вот эти источники, они все работают, функционируют на китайском языке. Поэтому, конечно же, знание китайского языка — это ключ к более углубленному пониманию жизни страны, о которой мы с вами сегодня говорим. На данном слайде представлена семантическая карта по теме развития человеческого капитала в Китае. Что такое вообще семантическая карта? Семантическая карта — это такая визуализация, которая показывает связь некоторых ключевых тематик и связь этих тематик друг с другом, и их такое разбиение на отдельные тематические группы, которые называются кластеры. Ключевые выявленные тематики показаны на данной карте круговыми пунционами разного цвета. И, соответственно, чем крупнее пунцион, тем в большей степени соответствующая тематика связана по смыслу с другими тематиками на данной карте и отражает в значительной степени направление, которое она представляет. Тематики, которые относятся к одному и тому же кластеру, они показаны пунционами одного и того же цвета. В данном случае мы еще выделили их для вас такими вот многоугольниками, чтобы принадлежность пунционов к кластеру прослеживалась более ярко. И близость пунционов на этой карте означает скорость соответствующих тематик по контексту в документах, из которого, собственно, были выгружены данные для построения этой семантической карты. И на легенде, которую вы можете видеть справа, показаны названия тематических направлений. В данном случае, вот, в контексте разговора о развитии человеческого капитала в Китае были выделены следующие тематические направления. Это потребительская среда, это влияние цифровых технологий на развитие человеческого капитала. Государственные меры поддержки человеческого капитала тоже такая очень актуальная именно для Китая тематика. Мы поговорим с вами об этом подробнее чуть позже. Это государственные органы по развитию человеческого капитала. Тоже, опять же, актуальная для Китая такая вот специфика. Общественная безопасность и условия повышения уровня и качества жизни. Далее мы с вами рассмотрим более подробно каждый из кластеров, о котором я только что сейчас озвучила. И обратимся для начала к тематическому направлению потребительская среда. К самым таким крупным на данной карте терминам этого кластера мы сделали выноски, чтобы слушатели, которые не владеют китайским языком, могли тоже активно вникать в суть нашего сегодняшнего разговора. К самым таким вот крупным, значимым терминам данного кластера относятся инвестиции в индустрию микросхем и осведомленность в потребительских запросах. Соответственно, как вообще термины, которые относятся к этому кластеру, соотносятся с общей тематикой, о которой мы с вами сегодня говорим. Анализ потребительских запросов и предпочтений, соответственно, он необходим для улучшения функционирования предприятий и для облегчения связи отдельных предприятий с клиентами. То есть, соответственно, если какая-либо компания знает, как можно наиболее благоприятно отвечать на спрос потребителя, соответственно, ей проще удовлетворить нужды этого потребителя. То есть, это тоже очень тесно связанное с тематикой человеческого капитала, тоже очень тесно связанное тематическое направление. Далее рассмотрим с вами кластер влияния цифровых технологий на развитие человеческого капитала. К данному тематическому направлению относятся термины, которые характеризуют некоторые последние технологические разработки, которые позволяют улучшить уровень жизни в Китае, которые как-то способствуют повышению вообще стандарта жизни и так далее. Ну вот в данном случае особенно выделяется, конечно, термин технология блокчейна. И еще одним термином, также таким крупным на этой карте, является государственная стратегия больших данных. Особенностью этого термина является то, что он обозначает конкретную инициативу, принятую в рамках реализации государственных программ в Китае. Также здесь очень интересно, что, наверное, вам видно мою мышку, очень интересно, что в данный кластер попал ряд терминов, которые связаны с анализом больших данных. То есть, например, я не делала к ним выноски, но я так это устно прокомментирую. Например, вот этот термин, означающий применение больших данных. Еще один термин, обозначающий анализ больших данных. Еще один термин, обозначающий важность, ценность анализа больших данных. То есть тоже из многократного повторения этого термина, анализ больших данных, тоже можно сделать вывод, что это такая тематика, находящаяся на передовой технологического развития в Китае в настоящее время. Следующим тематическим направлением, которое я предлагаю рассмотреть, являются государственные меры поддержки человеческого капитала. Этот кластер тоже чрезвычайно интересен для рассмотрения, потому что здесь мы можем увидеть тоже названия конкретных государственных стратегий, которые выгрузились при помощи системы интеллектуального анализа ваших данных и, собственно, оказались помещены искусственным интеллектом на вот эту вот карту. Так, например, на слайде мы можем увидеть выноску «План развития государственного производства интегральных схем». Это инициатива, которая была выпущена Госсоветом КНР в 2014 году, но также относится к сфере оптимизации производства интегральных схем в Китае и так далее. В общем, идет тоже в общем таком ключе приоритизации технического развития Китае в настоящее время. Кроме того, одним из терминов в данном кластере также является «Стратегия стимулирования развития за счет инноваций». Это, пожалуй, да, один из крупных терминов в данном кластере. Это тоже чрезвычайно интересный для рассмотрения комплекс мер. Такая инициатива, которая была выдвинута на 18-м съезде КПК, который проходил в конце 2012 года. И в рамках принятия вот этой стратегии стимулирования развития за счет инноваций было постановлено, что научно-технические инновации являются основой построения экономики Китая, что это основа повышения социальной производительности в Китае, достижения национальной мощи и так далее. То есть тоже такой важный, основополагающий, стратегический документ. И самое интересное, что вот именно название этого документа мы с вами можем видеть на данной карте. Следующий кластер, о котором я бы хотела поговорить подробнее, это государственные органы по развитию человеческого капитала. Таким центральным термином в данном кластере является вот эта крупная надпись «Государственный комитет по развитию и реформам». Это обозначение тоже государственного органа Китая, но это его краткое обозначение. То есть если мы читаем его краткое название, у него есть более длинное название, которое используется там в разных нормативно-правовых актах и так далее, но оно не было помещено сюда. Полное название, если вот людям, изучающим китайский, присутствующим на данном вебинаре интересно, то есть это название, которое используется именно в официальных документах. Здесь это больше название, которое используется, может быть, в СМИ и так далее, то есть более сокращенного варианта. Это орган, я немножечко поясню, это орган, который является составным подразделением Госсовета КНР, ну и основными функциями его являются, соответственно, можно понять, наверное, из названия орган, ну это формулирование, организация, реализация национальных стратегий в плане социально-экономического развития Китая, это формулирование средне-долгосрочных планов социально-экономического развития страны, организация планирования на государственном и провинциальном уровнях и так далее. Таким образом, видя, что данный термин является таким самым крупным на данной карте термином, можно сделать такой вывод о том, что вообще человеческий капитал, развитие человеческого капитала, реализация человеческого капитала стоят на передовой повестке государственного планирования в Китае. То есть, если у нас здесь на карте таким крупным вынесен этот термин, значит, действительно, в рамках работы этого государственного органа важное значение имеет реализация человеческого капитала. Далее у нас идет тематическое направление условия повышения уровня и качества жизни. Здесь довольно много терминов, но, наверное, один из таких интересных терминов, который я бы хотела тоже отдельно прокомментировать, пояснить, это построение команды талантов. Вот он выделен в правой части карты. Построение команды талантов — это термин, который обозначает собой такое общее название перечня государственных мер в рамках развития взращивания, в рамках взращивания талантов в Китае. То есть это то, к чему я уже начинала обращаться в начале нашего с вами сегодняшнего разговора. И вот сейчас остановлюсь на этой теме более подробно. То есть вообще взращивание талантов в Китае — это такой важный момент реализации государственного курса страны, который тоже выходит на передовую внутренней повестки Китая. И остановимся на этой теме более подробно. И продолжая разговор о мерах поддержки талантов в Китае, обратимся к таблице, которую вы можете видеть сейчас на слайде, которая представляет собой такой совершенно краткий тезисный обзор некоторых программ по поддержке талантов в Китае, в основном в сфере науки. Здесь вы можете видеть название программы на китайском, на русском и небольшое такое краткое описание программы. На китайском языке я везде тоже привожу эти термины для того, чтобы потом, если вы захотите более подробно обратиться к какому-то из этих терминов, если вы захотите в своих, может быть, исследованиях использовать как-то информацию об этих вот мерах поддержки талантов, то удобнее всего, конечно же, искать это все на китайском языке, поэтому для этого я привожу термины на языке оригинала. Соответственно, на протяжении, наверное, трех последних десятилетий Китай очень активно развивает и ставит программы по поддержке талантов и ставит перед собой такую амбициозную задачу вхождения в ряды передовых инновационных держав. И еще с 1994 года власти запустили ряд таких вот государственных программ. Большинство из них были связаны с привлечением китайцев, этнических китайцев, которые уехали жить и работать за границу, в общем, по привлечению этих китайцев обратно домой, обратно в пределы государственных границ Китая. Ну и ключевым словом, пожалуй, для всех этих государственных программ является гибкость. Гибкость в основном даже в плане источников финансирования, в плане органов, которые являются, государственных органов, которые являются инициаторами реализации этих программ и так далее. И я бы хотела чуть более подробно остановиться на нескольких программах по поддержке талантов Китая. Первая программа, которую я бы хотела сказать, это, конечно же, «Тысяча талантов». Тиэрю Антихуа. Наверное, многие тоже уже что-то о ней знают. Ну, это программа, которая запущена Центральным народным правительством Китая в 2008 году. И как раз-таки основной целью, изначально, когда эта программа начинала реализовываться, как раз-таки было привлечение специалистов китайского происхождения на территорию Китая, то есть, которые жили и работали вне территории Китая. В рамках реализации программы стипендиаты поделены на разные категории. Перечисление этих категорий вы также можете видеть на слайде. То есть, это и кадры в сфере науки и инноваций, это и молодые профессионалы, это профессионалы в области науки и искусства, культуры и искусства и так далее. То есть, тоже такой широкий спектр категорий кадров, которые, собственно, попадают под реализацию этой программы. Вообще, очень интересно, что по этой программе уже Китаю удалось привлечь большое количество специалистов, то есть, более там 7 тысяч, даже, наверное, больше специалистов, и большинство из них к настоящему времени составляют китайцы, которые вернулись из-за рубежа. Такой есть интересный факт. На китайском специалисты, которые вернулись из-за рубежа, обозначаются термином «хайгэй», то есть, ну да, буквально там вернувшиеся из моря. И еще их в сленге китайском иногда называют «морскими черепашками», потому что это слово полностью амонимично слову в китайском языке «морская черепаха». Вот поэтому, значит, вот такое слово появилось в сленге китайском. Ну и здесь также вы можете видеть на слайде порядок оценки кандидатов, которые, собственно, претендуют на участие в этой программе. Ну, мы пойдем дальше. Обратимся еще к одной интересной программе в рамках поддержки талантов Китая. Это государственная программа развития интеллектуальных ресурсов на среднесрочный, долгосрочный период, 10-20-е годы. Ну, эта программа была принята на 17-м съезде Компартии Китая, который проходил в 2007 году в Пекине. Ну, и также вы можете видеть чрезвычайно широкий спектр кадров, которые могут претендовать на участие в данной грантовой программе. То есть здесь тоже и молодые профессионалы, и занятые в сфере науки и технологий, занятые в сфере культуры и искусства, это предприниматели и так далее. Вообще формальная составляющая этой программы тоже довольно важна. И, конечно, главной целью, вот согласно положению, вот официальному документу, описывающему эту программу, одним из, одной из ключевых целей реализации этой программы является как раз-таки улучшение технологического капитала в Китае, повышение доли трудоспособного населения Китая с высшим образованием, повышение конкурентоспособности трудового населения в Китае и так далее. И также, что немаловажно, в рамках вот этой вот программы, в ее официальном положении о внедрении этой программы, можно найти такой интересный пункт, что привлекаются таланты в такие приоритетные отрасли государственного развития Китая, к которым относятся информационно-коммуникационные технологии, энергетика, сельское хозяйство, защита окружающей среды, аэрокосмическая промышленность и так далее. Завершая разговор о нашей семантической карте, к которой мы обращались несколько слайдов назад, осталось прокомментировать еще один кластер, еще одно тематическое направление, которое называется общественная безопасность. Ну, соответственно, центральным термином здесь, как мы можем видеть на слайде, является обеспечение безопасности. На данном слайде вы можете видеть тренд-карту по тематике развития человеческого капитала в КНР. Тренд-карта, в отличие от... в дополнение к семантической карте, демонстрирует нам группу тематик, которые показаны на семантической карте, тоже те же самые тематики, но по четырем квадрантам, в зависимости от уровня их значимости и динамичности. То есть значимость какой-то тематики — это показатель, который отражает упоминаемость тематики в документах. То есть, соответственно, чем выше значимость, тем чаще встречалась эта тематика в документах за проанализированный период. Я, кстати, наверное, вначале не упомянула, в данном случае это было указано на слайде, еще раз вернусь тоже к этому. Карты, которые мы рассматриваем, относятся к периоду 2010-2020 года, то есть период 10 лет у нас. Ну, а, соответственно, динамичность показывает темпы роста изменения значимости. И далее я предлагаю рассмотреть каждый из четырех квадрантов более подробно. Как, например, в квадранте растущее направление, мы можем видеть термины с высокими значениями и значимости, и динамичности. То есть это термины, которые во многом определяют развитие рассматриваемой области в настоящий момент. То есть актуальное развитие рассматриваемых нами областей. В данном случае нам будет интересно то, что в этот квадрант попали, например, некоторые компетентные государственные органы, о которых мы с вами уже успели поговорить, которые занимаются реализацией человеческого капитала в Китае. То есть это Центральное рабочее совещание по вопросам экономики, это Государственный комитет по развитию реформам тоже, который представлен в кратком названии здесь. Также, да, здесь представлены конкретные меры реализации человеческого капитала в Китае, какие-то конкретные акты, которые были приняты в Китае, конкретные стратегии. То есть я хотела продолжить мысль о том, что интересно, что в этот кластер попали конкретные государственные органы. То есть получается, что как раз вот этот квадрант демонстрирует нам такую яркую связь, мне кажется, это чисто такую типичную для Китая связь вот направление человеческого капитала именно с какими-то конкретными государственными органами. То есть всё равно эта политика, она такая плановая, и вот, соответственно, в этом квадранте у нас тоже выходят государственные органы конкретные. Да, квадрант с обильным направлением представлен тематиками, которые характеризуются высокой значимостью, но невысокой динамичностью. В случае с рассматриваемым квадрантом интересно, пожалуй, будет попадание сюда терминов, которые связаны с технологией анализа больших данных. Вот я для них сделала даже одну выноску. В принципе, вот здесь верхний термин показывает, просто обозначает как анализ больших данных, а термин, который находится рядом с ним, но чуть ниже, обозначает как бы применение анализа больших данных. Ну, то есть тоже вот я их как бы вместе сгруппировала. Интересно, что оба эти термина попали в кластер стабильное направление. Обращаясь к кластеру возникающие тренды, стоит обратить внимание на то, что он представляется по тематике, который характеризуется пока еще невысокой значимостью, но высокой динамичностью. То есть это такие тематики, на которые нам сейчас полезно обратить внимание, которые, возможно, потом будут определять такие самые актуальные направления развития страны. То есть они пока находятся в таком зародышевом состоянии, возможно, потом станут более актуальны. В данный квадрант у нас попали термины, связанные с обеспечением безопасности. Также, например, вот интересно, что сюда попало государственное управление по делам энергетики КНР. Мы с вами тоже несколько слайдов назад говорили о том, что энергетика вообще является одной из передовых, одной из таких важнейших стратегических отраслей экономики Китая, на которую в том числе сейчас обращают активное внимание государственные органы, которые занимаются планированием экономики. И вот, например, мы можем видеть такой отголосок нашей предыдущей мысли, которую мы обсуждали, под государственное управление по делам энергетики КНР, которое попало в квадрант возникающего тренда. Обратимся к квадранту последнему, который мы будем рассматривать, который называется «слабые сигналы». Здесь находятся термины, которые обладают невысокими значениями динамичности и невысокими значениями значимости. Тем не менее, стоит обратить внимание на то, что, возможно, эти тематики смогут получить какое-то развитие, распространение в будущем. Что здесь стоит отдельно прокомментировать? Пожалуй, термин «поддержание государственных ценностей». Я решила так перевести. Вообще, немножко прокомментирую этот термин. Он связан с политической конъюнктурой Китая и отражает следование так называемым основным ценностям социализма с китайской спецификой, к которым относятся такие концепции, как процветание государства, демократические ценности, гармоничная жизнь внутри государства, свобода, равенство, справедливость, верховенство закона и так далее. То есть это такие вещи, которые охватывают в основном идеи такого идеологического характера. Вот они у нас попали в слабые сигналы. Обратимся еще к одному типу визуализации, про который я хотела сегодня поговорить. Это тренд-карта с ускорением. Ускорение показывает темп изменения динамичности отдельного термина. И вот термины на тренд-карта с ускорением обозначаются такими графическими элементами, которые называются кометы. И направленность хвоста вот этой вот кометы обозначает как раз-таки ускорение, которым болотает определенный термин. То есть, например, термины с положительным ускорением, они, их как бы острый конец, их хвост расположен слева, а, соответственно, термины с отрицательным ускорением и хвост находятся справа. Ну и, соответственно, размер вот этого вот комета отражает модуль величины показателя ускорения. Да, некоторые термины, опять же, для такого лучшего понимания, они сделаны сносками. Например, взращивание привычек потребителя с положительным ускорением, обслуживание полного цикла также с положительным ускорением. Кластеры, тематические направления здесь также те же самые, про которые мы с вами сегодня говорим. Далее обратимся к некоторым примерам, иллюстрирующим проведение такой комплексной характеристики выявленных терминов, которые представлены в виде перечня таких текстмайнинговых метрик, используемых для анализа конкретных терминов. Среди показателей на слайде вы, например, можете увидеть вот эти вот термины, обозначенные в табличках. Например, абсолютная значимость, которая обозначает частоту упоминаемости термина в проанализированных документах за проанализированный период. То есть у нас это медиаисточники, и у нас это период с 2010 по 2020 год. Далее у нас идет относительная значимость, которая определяется как частота встречаемости документа, поделенная на общее количество проанализированных документов. Далее идет такая метрика, как осевой год, который довольно удобно смотреть на графиках, приведенных выше. То есть осевой год, можно объяснить, как такой год, в который употребление термина было наиболее активным. Также представлены такие метрики, как динамичность, показывающая темп роста, значимости термина за определенный период, и ускорение, соответственно, темп роста динамичности. Также, да, мы можем здесь видеть диаграммы, относящиеся к разным актуальным терминам. Например, на данном слайде мы можем видеть конкретные государственные стратегии в рамках развития человеческого капитала. Это стратегия стимулирования развития за счет инноваций и планы развития государственного производства интегральных микросхем. И также, например, да, как я уже сказала, довольно удобно будет обращаться к графикам и смотреть, например, на осевой год для каждого из терминов. Также такой же комплекс текстмайнинговых метрик был выделен для конкретно государственных органов, компетентных в реализации человеческого капитала в Китае. Например, Государственный комитет по развитию и реформам и Центральное рабочее совещание по вопросам экономики. И текстмайнинговые метрики также показаны в таблицах ниже. На этом я буду заканчивать наш сегодняшний разговор. Большое вам спасибо за ваше внимание. Я надеюсь, что вам было интересно послушать и окунуться в тему, которую мы выбрали для освещения сегодня. И сейчас у нас есть время ответить на вопросы. Я буду очень рада, если у вас возникли какие-либо вопросы. Большое спасибо вам за внимание. У меня вопрос. Андрей Висков, Висков экономики. Скажите, самая Гацмария, а какой примерно объем данных был проанализирован? Вот для данной презентации. Спасибо вам большое за вопрос. Да, говоря о данных, которые были проанализированы в рамках проведения настоящего исследования. Во-первых, это был пул медиаисточников, который содержится в базе iFore и количество документов, которые относятся ко всем этим медиаисточникам. Юлия, вы... У нас есть достаточно большой... А вот так меня не должна фейнг, да? А вот так меня не должна фейнг, да? У нас есть набор из нескольких миллионов на китайских медиа источников и на их как бы на этом поле делаются запросы. Соответственно, там меньше естественное количество документов подходит под ключевые термины, но вот общий размер базы это несколько миллионов на китайскую базу. В основном правильно понимаешь, что это были и китайские источники на китайском закете? Это китайские и китайские новости. Китайские новости. Понятно, спасибо. Можно тоже вопросы дать? Да, конечно. Спасибо за доклад. Ну, тоже у меня был вопрос по источникам данных, но я уже понял, что это новости. И в связи с этим, конечно, много вопросов, почему вот среди новостных источников вылезают именно документы политики, в то время как вы анализируете именно новостные порталы, а не сами документы. Это такой, ну, может быть, отчасти риторический вопрос. Второй вопрос у меня касается того, что вот эти программы Марии, которые вы показывали частично, ну, это чисто иллюстративным, так сказать. Правильно я понимаю, что большие данные с этим никак не связаны. Просто вы привели примеры, да, каких-то существующих программ. Вот. Понялось. И отдельно, там, ну, по самому контенту этих карт, то есть там план развития государственного производства интегральных схем, где-то одна из ключевых понятий, связанных с поддержкой чаще капитала. Ну, как-то это неубдительно, без каких-то дополнительных пояснений. Ну, и ряд других документов тоже вызывает некоторые вопросы. Например, там где-то Госкомитет по развитию реформам выползал, а почему не там Министерство труда, например, условно. Ну, вот такие общие соображения. Поняла вас. Большое спасибо за вопросы и комментарии. Я, наверное, пойду по порядку. Во-первых, хотела бы прокомментировать, да, упоминаемость вот этих вот каких-то конкретных мер реализации человеческого капитала в Китае, и каких-то вот конкретных именно документов. В медиаисточниках, в принципе, лично я не вижу здесь какого-то такого противоречия того, что вот эти вот меры, они встречаются в медиа, потому что, ну, здесь у нас представлен широкий пул разнообразных медиаисточников, то есть какие-то из них освещают события в сфере, там, политики, политического развития Китая и так далее. Вот, то есть поэтому спектр терминов, которые нам там могут встретиться, чрезвычайно широк, и поэтому вот, ну, видимо, значит, в какой-то период обсуждения вот этих вот конкретных мер реализации политических, вот, в Китае был особенно широк, то есть их популярность возросла в какой-то период, и, соответственно, это было отражено в медиа. То есть поэтому у нас на документах тоже появляются какие-то, да, вот эти вот названия мер реализации человеческого капитала. Говоря о, да, таких терминах, как там про интегральные микросхемы мы сказали, интегральные схемы и так далее, да, конечно, здесь можно найти такое большое количество разных, так, я пытаюсь включить семантическую карту, совершенно разнообразные тематики могут попасть на семантическую карту, но, опять же, как я это связываю с общим ключом нашей сегодняшней темы, нашего разговора, это то, что вот этот вот план, он тоже тесно связан с такими научными, техническими инновациями в Китае, то есть развитие науки, технологий, стремительное развитие вот этих вот областей, их служба на благо развития человеческого капитала, на благо развития людей, на благо повышения жизни, уровня жизни людей и так далее. То есть это такой термин, который, я бы сказала, наверное, косвенно так тоже показывает, вот именно вот эту вот связь научно-технического развития Китая и, соответственно, того, как это влияет на человеческий капитал. Вот я бы прокомментировала это так. Говоря о, да, говоря о мерах поддержки талантов, про которые я тоже сегодня говорила, да, всё верно вы отметили, это как раз-таки были такие иллюстрации того, то есть это я так немного тоже разбавила наш обзор вот отдельных кластеров в рамках этой семантической карты. Это были такие иллюстрации того, как вообще на практике тоже реализуются вот эти вот меры поддержки человеческого капитала, то есть в том числе это и вот меры поддержки талантов, меры взращивания талантов и так далее. Почему я начала говорить про них? Потому что в одном из кластеров был использован термин, вот как раз вернулись к этому кластеру, построение команды талантов. То есть это такой общий сборный термин, обозначающий вот эту политику Китая в отношении вот организации, реализации вот этих вот мер поддержки талантов. И вот в ключе разговора вот об этом конкретном термине я решила привести конкретные примеры мер по поддержке талантов. Вот, надеюсь, я ответила на ваши вопросы, на ваши комментарии. Спасибо. Мне кажется, чтобы снять большую часть вопросов, можно было просто вначале методологию расписать, ну или как-то осветить ее пошире, да, то есть какие источники используются, ну, более конкретно, какие там порталы, там новостные, там, существенно, большие это порталы, небольшие для Китая, и какая у них направленность тематическая, тогда, может быть, это частично бы объяснило и вот какие-то результаты, которые вы получили, но и также ключевые слова, которые вы использовали. Спасибо. Спасибо. Вопросов больше нет? Спасибо вам большое в таком случае за внимание, тогда мы можем с вами завершать сегодняшнюю встречу. Большое спасибо за участие, отдельное спасибо тем, кто задавал вопросы, мы были очень рады прокомментировать результаты нашего исследования. Спасибо вам за внимание и надеемся увидеть вас на следующих вебинарах. Спасибо. 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 Спасибо.